всем привет и сегодня урок информатики на этом уроке мы поговорим о базе данных как модели предметной области с развитием информационных технологий стало очень быстро развиваться то как например представляется информация или как происходит ее поиск как происходит ее хранения и поэтому сейчас возможно буквально в считанные секунды найти ту или иную информацию и все это происходит благодаря существованию информационных систем и можно сказать ядром любой информационной системы является база данных которые мы с вами поговорим итак база данных это совокупность данных организованных по определенным правилам отражающее состояние объектов и их отношений в некоторой предметной области предназначенная для хранения во внешней памяти компьютера и постоянного применения информационная система это совокупность содержащиеся в базах данных информации обеспечивающих ее обработку и информационных технологий и технических средств давайте посмотрим на некоторые примеры информационных систем например информационная системы сотовых операторов которые находятся данные о всех их абонентах или например бортовая информационная система где находится вся информация о состоянии того или иного самолета информационная система онлайн магазина в которой находится вся информация о том какая например одежда есть в наличии в том или ином магазине и правовая информационная система где есть абсолютно все существующие существующие законы нашего государства. Поговорим теперь о том, что такое объект предметной области. Это факт, лицо, события, предметы, которым могут быть собраны данные. Предметная область — это часть реального мира, рассматриваемая в рамках определенной деятельности. Как раз в той или иной предметной области можно выделить отдельные объекты, которые могут иметь какие-либо свойства, которые называются атрибутами. Информационный объект или сущность — это описание некоторого класса реальных объектов в виде совокупности свойств. Что же такое сущность предметной области? Это класс объектов предметной области, по сути, это совокупность однотипных объектов. Рассмотрим пример. Сущность абитуриент может быть представлена в базе данных с помощью следующих атрибутов. Какие атрибуты могут быть у сущности абитуриент? То есть какие свойства? Это фамилия, имя, отчество, суммарное количество баллов ЕГЭ и какие-либо дополнительные данные. То есть это одна из тех, та информация, которая может быть занесена в базу данных. Поговорим о том, какие существуют связи между объектами. Между объектами и между соответствующими им сущностями могут существовать связи одного из следующих типов. Это один к одному, один ко многим, многие к одному и многие ко многим. Поговорим о каждой связи в отдельности. Связь один к одному. Она имеет место, когда одному экземпляру одной сущности соответствует экземпляр другой сущности. Пример. Гражданин и паспорт. У одного гражданина есть один паспорт. Связь один ко многим имеет место, когда одному экземпляру одной сущности может соответствовать несколько экземпляров другой сущности. Например, в одном классе много учеников. Следующая связь, это многие к одному, является противоположной к связи один ко многим. Она имеет место, когда нескольким экземплярам одной сущности соответствует один экземпляр другой сущности. Например, много учеников, один класс. То есть мы просто, можно сказать, поменяли местами. Следующая связь, это многие ко многим. Она имеет место, когда нескольким экземплярам одной сущности соответствует несколько экземпляров другой сущности. Например, в места в театре и зрителе. То есть у нас и тут много, и тут много. Итак, посмотрим теперь на модель предметной области. Для создания баз данных в первую очередь нужно построить модель ее предметной области. Определив данные, о каких объектах будут в ней храниться и какие связи между этими данными необходимо учесть. Модель предметной области, включающая в себя сущности, их атрибуты и связи между сущностями, называют моделью сущность-связь или ER-модель. Давайте посмотрим на то, какие при этом используются графические обозначения. Сущности у нас обозначаются через прямоугольники, атрибуты с помощью эллипсов, а связи обозначаются через ромбы. И давайте посмотрим на более конкретном примере, как это изобразить. Построим модель сущность-связь для предметной области работа. Итак, у нас есть сущность-работник, и у него есть следующее свойство, то есть атрибуты. Имя, фамилия, должность и заработная плата. Обозначим теперь связь. Работник работает, и соответственно мы обозначаем связи через ромб. И теперь обозначим вторую сущность, это компания. У компании есть атрибуты названия, бюджет, офис и вид деятельности. В данном случае у нас представлена связь один к одному. Работник работает в компании. При этом связь здесь обозначается как раз-таки через у нас работает. При этом давайте посмотрим. Связь между работник работает является обязательной, так как работник является работником, если он работает. Однако связь между работой этой компанией не является обязательной, она отмечена пунктиром, так как не каждый работник может работать именно в компании. Может, например, работать в школе, в детском саду или в каком-либо еще другом заведении. Поэтому обозначается это именно следующим образом. Итак, давайте посмотрим дальше. Поговорим о модели данных. Это совокупность структур данных и операции их обработки. С помощью моделей данных могут быть представлены сущности и их связи между ними. Выделяют три основных типа модели данных. Это иерархическую, сетевую и революционную. Давайте более подробно поговорим о каждой из этих моделей. Итак, иерархическая модель данных. Она определяет организацию данных об объектах в виде дерева. В иерархической модели у каждого объекта есть один родительский объект высшего уровня и может быть несколько подчиненных объектов. При этом каждый родительский объект в совокупности с подчиненными объектами можно рассматривать как отдельное дерево. Рассмотрим на примере. У нас есть иерархическая модель данных организации в школе. Что у нас идет сначала? У нас идет сначала руководитель данной школы. То есть в данном случае это сущность подразделения, где указывается номер школы, название и руководитель. При этом жирным шрифтом здесь будет обозначено уникальное название, потому что, например, номер у каждой школы свой, а вот название и руководитель, например, могут быть одинаковые. Руководитель могут быть одинаковы в том плане, что может совпадать фамилия и имя отчество, что в таблице будет показано как одинаково. Соответственно, выглядит это следующим образом. Далее от этой сущности у нас идет дерево вниз, это подчиненные объекты. Это две сущности класс, где указывается код класса, который также является уникальным. Далее и классные руководители. Классные руководители могут быть, например, одинаковы у нескольких классов. Далее еще ниже у нас идут подчиненные объекты. В данном случае это две сущности ученики. У ученика может быть личное дело, это также уникальный номер. И фамилия и имя отчество. Фамилия и имя отчество могут совпадать у многих учеников, например. То есть в данном случае так и выглядит иерархическая модель данных. Поговорим о том, какие существуют наборы команд для обработки данных в иерархической модели данных. Это найти указанное дерево, перейти от одного дерева к другому, перейти от родительского объекта к объекту потомку, перейти от одного объекта к другому в порядке, предусмотренном иерархической структуры, ставить новый объект в указанном месте и удалить текущий объект. Помимо этого важно соблюдать целостность данных модели. Основное правило обеспечения целостности в иерархической модели данных состоит в том, что ни один подчиненный объект не может существовать без родительского объекта, исключением одного родительского объекта, то есть самого первого, который находится в самом верху. В данном случае у нас это был директор школы. Свойства целостности должны сохраняться при любых действиях с данными. То есть, например, мы не можем удалить, если говорить о предыдущей таблице, мы не можем удалить какого-либо классного руководителя, а ученики у нас останутся, иначе будет нарушена в этом случае целостность. Поговорим теперь о сетевой модели данных. Сетевая структура данных предусматривает, что у каждого объекта может быть как несколько объектов в потомках, так и несколько родительских объектов. То есть, например, здесь мы уже не видим дерево, мы здесь уже действительно видим некую сеть, потому что у одного объекта может быть как несколько потомков, так и несколько родительских объектов. И рассмотрим также на примере. У нас есть наверху две сущности ученик с личным делом и фамилией. И внизу у нас есть две сущности. Это, например, сущность инструмент, где указывается шифр преподавателя названия. Условно мы говорим о том, что у нас ученики учатся в музыкальной школе и могут играть на нескольких музыкальных инструментах. Так, например, ученик Ляпин может играть на двух музыкальных инструментах на скрипке и на фортепиано. Так же, как, например, и у преподавателя Макеева может быть несколько учеников. В данном случае это Ляпин и Радугин. Давайте посмотрим дальше. Посмотрим на то теперь, какой набор команд для обработки данных существует для сетевой модели данных. Это найти указанный объект среди однотипных объектов, перейти от родительского объекта к первому потомку, используя определенную связь, и перейти от объекта потомка к родительскому объекту, используя определенную связь, ставить новый объект в указанное место, удалить текущий объект, изменить объект, включить объект в определенную связь и разорвать эту связь. И давайте теперь познакомимся с реляционной моделью данных, однако сейчас мы немного о ней поговорим, Но на следующем уроке мы более подробно рассмотрим именно эту модель данных. Основной основой структуры реализационной модели данных является таблица, каждая строка которых содержит набор значений и свойств одного из объектов предметной области. А каждый столбец — набор значений определенного свойства объектов. И вот так выглядит. То есть у нас есть определенная таблица, у нас есть объекты и некоторые свойства объектов. То есть в данном случае у нас, что у нас является объектом? У нас объекта два, соответственно, они находятся в наших строках. А свойства объектов у нас что может быть? ID ученика, класс, классный руководитель и средний балл. Целостность обеспечивается соблюдением двух принципов. Это обязательная возможность идентификации объекта за счет уникальности набора значений и его свойств, указанных в строке реализационной таблицы. То есть в данном случае в предыдущей таблице у нас уникальным значением было ID ученика. Потому что классный руководитель может быть одинаковым, фамилия, имя, отчество могут совпадать. Однако ID, то есть какой-то уникальный номер, всегда является разным абсолютно для всех учеников. И второе — это обязательная корректность связи между таблицами. Давайте подведем некоторые выводы. База данных — это совокупность данных, организованных по определенным правилам. Информационная система — это совокупность содержащихся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку. Модель данных — это совокупность структур данных и операций их обработки. А типа И существует несколько типов моделей данных — иерархическая, сетевая и реализационная. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok